Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о чернителе для шин. Сейчас наступает весна и уже можно пользоваться такими штуками, чтобы ваша резина выглядела красивой, блестящей и так далее. Я тут делал заказ на интернет-магазине Автодок. Покупал масла для машины и решил приобрести еще кучу чернителей для масла, потому что я машину помыл и, в принципе, неплохо бы, чтобы резина тоже выглядела прилично, потому что она такая, в общем, непривлекательная, уже старенькая. И вот эта вот штука позволит обновить. Ну, посмотрим в сегодняшнем видео, позволит она или нет. Я выбрал, просто тупо отсортировал самые дешевые. И что-то я с дуру, конечно, купил сразу несколько штук. По-моему, 4 заказал, но пришло только 2 пока. Вот, это объем здесь у нас 250 мл. Это чернитель на водной основе, то есть это не силикон. Я, честно говоря, как-то это пролопоушил, потому что мне нравится больше силикон, как-то я больше в нем уверен. А здесь у нас, я так понимаю, блеск дается чернение, эффект чернения за счет глицерина. Вот здесь состав у нас, профессиональный состав на водной основе для очистки и полировки шин, а также других резиновых изделий. Автомобиль восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность, придает глянцевый блеск, предохраняет от растрески, на старение и потери цвета. Он придает поверхности антистатические свойства, способ применения. Нанести полироль на очищенную сухую поверхность с помощью распылителя. Можно наносить средства с помощью губки или чистой тканевой салфетки, после нанесения растереть по поверхности круговыми движениями. Я, конечно, ничего не растирал и дать полностью высохнуть. Ну да, в общем-то состав стандартный, рекомендации, вернее, нестандартные. Посмотрим состав, он такой неожиданный для меня. Я, честно говоря, думал какой-то силикон. Тут есть, в общем, здесь больше 30% вода, больше 15, но меньше 30% глицерин, меньше 5% органический растворитель, неиногенный паф, ароматизирующая добавка, краситель, метилхлоризоцинезолон, метилизоцинезолон, ну, короче, какая-то фигня. Больше 30%. В общем, какая-то интересная вещь. А, это уже дальше все, дальше состав просто на английском пошел. Ну, короче, фактически вода и глицерин. То есть, в принципе, такой составчик можно дома, если купить там глицерин в аптеке, он копеечный, вот, добавить воды, и у вас получится такая же штука. Ну, не знаю, может быть, чуть хуже, потому что здесь какие-то компоненты есть, а может быть, еще какие-то компоненты и скрывают. Но силикона здесь точно нет. Мы посмотрим, как он работает. Сейчас выйдем из машины. Ну, в общем, проехал я где-то 40 километров, в принципе, эффект чернения остался. Вот, он, наверное, не такой, как силиконовый, но, в принципе, все равно ничего, да, то есть, за такую цену 65 рублей, но, правда, небольшой вот тюбик у нас получается, небольшой пузырек, но, тем не менее, он работает. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки я бы, конечно, если бы я осознал здесь, кстати, чтобы пользоваться, здесь такой вот фиксатор есть, его нужно вот общелкнуть, и тогда уже можете брызгать. Ну, лучше брызгать в безветренную погоду, потому что это все много очень улетает. Вот, так будет экономичнее, если вы будете разбрызгивать, когда нет ветра. Потому что, как видели, сейчас половина, наверное, улетела. Ну, в общем, в принципе, ничего плохого я про него сказать не могу. В принципе, достойна для существования такая вещь. Вот, недорогая и, в принципе, работает. Вот, ну, конечно, я повторяю, силикон, он все-таки обладает более лучшими свойствами для резины. И если вы не сторонник экономии, то можете купить лучше силиконовый. А лучше всего можно есть силиконовые эмульсии, да, продаются, и просто ими даже дешевле получится, чем вот такие. На самом деле, у меня здесь двойной интерес был. Мне просто нужна вот такая вот будет бутылочка. Потому что бутылочка тоже, в принципе, если вы придете в какой-нибудь фикс прайс, там, ну, спрей отдельно, да, вот, для парикмахерских, да, по-моему, продается. Он что, 77 рублей стоит. Но он, правда, алюминиевый такой. Ну, вот, а здесь вот такая вот бутылочка. И, кстати, тоже прикольно, потому что она небольшая, потому что вот ароматизаторы для туалета продаются в подобных, но там бутылочки побольше, не всегда удобно такую возить. Ну, так что вот так. Здесь вы убьете двух зайцев, можно перезаправлять. То есть, в принципе, рецепт прост, вода, глицерин, и все, можете пользоваться. Все, всем пока, спасибо за внимание.